Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня мы находимся на территории Олимпийского парка. Здесь на данный момент я проживаю. Проживаю в хостеле от аэропорта. Я вам сейчас покажу все это место. Мы немножко прогуляемся по улицам. Морской бульвар. Вот за этим синим забором на той территории стоят модули, трехэтажные белые здания. Они были изначально построены рабочими, которые строили Олимпийский городок. Сейчас там проживают сотрудники аэропорта и других организаций. Вот такой вид открывается. Заснеженные горы. Очень красиво. Время, конечно, уже к вечеру. Здесь расположены также домики с красными крышами. Это также хостели. Здесь очень много свободного места. Здесь недалеко море. Конечно, не пойдем на территорию Олимпийского парка. Там, где уже видео у меня есть. Я показывала вам немножко и рассказывала. Мы пройдемся по другим улицам. Где-то рядом здесь есть море. Честно скажу, еще не была на море. С моей работой некогда. Все времени нет. Мы сейчас посмотрим. Вот там вот виднеются великие стадионы. Обратите внимание, вдоль дорог насажены очень много маленькие пальмочки. Они еще не выросли, но они создают очень красивый вид. Весь Сочи, Адлер практически весь в зеленых пальмах стоит очень красиво. Хочу сказать о том, что я переехала в хостел. Я вам говорила ранее, что по окончании мая месяца начинается летний сезон. Квартиры все, комнаты все поднимаются в цене. В этом году поднялись в цене до небес. И я решила воспользоваться, почему бы не воспользоваться тем случаем, что моя организация, компания Аэропорт, предоставляет проживание. Проживание очень дешевое за счет Аэропорта. Такие вот здесь европейские домики стоят в таком стиле. Повторюсь, здесь очень много свободного места, очень много свободной земли. Городок строится, расширяется. Вот обратите внимание, вдоль вот так вот дороги, вдоль дороги европейского стиля дома стоят. Очень красиво смотрится. Как будто мы находимся не в Адлере, а находимся где-то в Европе. Обратите внимание, самолеты летят очень низко. Очень низко. Аэропорт недалеко. Поток приезжих, конечно же, увеличился заметно. И это видно, и это чувствуется. Сезон уже в полном разгаре. Местные жители, предприниматели готовятся вовсю. Некоторые уже подготовились. Открывается очень много столовых. Посмотрите, сколько места пустого. Столовые, разные заведения, отели, гостевые дома, развлекательные какие-то комплексы. Бутики всевозможные. А вот здесь где-то недалеко, а есть и Меретинский пляж. Я еще не была ни разу здесь, поэтому не знаю даже. Сейчас иду вместе с вами, открывая новые земли. Посмотрите, пожалуйста. Вот ряд таких же домов с красными крышами. Все идентичны. Очень смотрится, конечно, хорошо и красиво. Приятно глазу. Люди катаются на велосипедах, на самокатах. Большое движение, очень много машин. Пробки здесь, конечно, не передать. Не сравнить ни с чем. Любое время дня, утром, днем и вечером, пробки просто нереальные. Смотрите, машин больше, чем людей в городе. То есть, если идти вот так вот прямо по кругу, как я с вами иду, поворачивая направо, и мы выходим на территорию Нового века, остановка Новый век. На этих картингах. Молодежь, ребята. Да и я с удовольствием покаталась бы. Вот они. Вот еще самолет там полетел. Огромные самолеты низко летят. Собак, конечно, здесь очень много, прям с таями. Вон еще собака лежит. Вон еще собака. Если просто туда пройти. Мне очень нравятся заснеженные горы, которые вот там вот видны. Зеленые горы, а за ними заснеженные горы. Очень смотрится красиво. Особенно из окна в аэропорту. Там очень близко и очень видно красиво. Радует глаз. Вот детская площадка, которую сделали для детей. Площадка большая, тоже интересная. Но это не единственная площадка. Там дальше, на территории Олимпийского парка, есть огромная площадка, горки. Вот так выглядит Адлер. Та территория, где проходила Олимпиада. Мне очень нравится это место. Очень зеленое, просторное. Новое какое-то для меня. Очень интересно. Есть, конечно, много мест, где здесь можно пойти погулять. Но я практически еще ничего не знаю. Вот именно в этом районе. Поэтому вместе с вами мы сейчас вышли прогуляться по таким вот симпатичным улочкам. Ребят, для тех, кто не знает, кто впервые смотрит меня, хочу сказать, что зовут меня Ирина. В середине февраля этого года я переехала в Сочи. Из Хабаровска. До этого из Хабаровска пожила 6 месяцев в Москве. Но я поняла, что это не мое. Переехала в Сочи. Много зелени. Конечно, переезд с Дальнего Востока в Сочи – это крупный. Я хочу сказать. Сами понимаете. Климат на Дальнем Востоке в городе Хабаровске и климат здесь. Другие люди, другая архитектура, другой климат, другие продукты. Все другое. Все другое. Даже солнце здесь другое. По-другому светит, по-другому греет. Совершенно другое. Растения все экзотические, которых не растет на Дальнем Востоке. Некоторые я впервые вижу. Вот на таких машинках, мини-машинках, возят приезжих, отдыхающих, туристов. Это машинка, если я не ошибаюсь, 500 рублей в час. Нам предлагали, когда мы первый раз приехали в Олимпийский парк. То есть вот так, дорогие друзья. Показываю вам то, что я сама вот сейчас впервые вижу своими глазами. Вот на этой территории этого городка. Да, вот здесь что-то. Набережная, по-моему. Сейчас посмотрим. Необычные строения, домов. Экскурсии. На каждом шагу экскурсии раздают листовки. Красная поляна Абхазия. На каждом углу пахнет шашлыком. Здесь недалеко течет горная река Амзинта. Вот такой красивый закат. Здесь я наблюдаю ежедневно. На камеру, наверное, вам не передаст всю красоту этого заката. Огромнейшее красное солнце. Просто нереальной красоты. Я вот смотрю на солнце, оно прям, смотрите, как оно. Такие закаты ежедневные. И очень красивые, и всегда разные. На реке, я вижу, стоит пароход. Лайнер, как он правильно называется. Один, второй, третий. Мы что, приятели, покатаемся? Спасибо. Там уже катались. Спасибо. А сейчас сколько? 500 рублей в час, да, так же? Нет. Две. Две уже? Вот такие маленькие машинки, я сейчас узнала. Две тысячи в час здесь, по Олимпийскому парку, на экскурсию прогуляться. На экскурсию по Олимпийскому парку? Спасибо. Две тысячи рублей в час. Прибрежный квартал. Вот такая вот территория, где живут приезжие, туристы, отдыхающие. В принципе, здесь даже очень круто, очень весело. Все отдыхающие, все куда-то идут гулять, прогуливаться, кто-то катается. Жизнь кипит. Очень интересно. Вот катаются люди на таких вот машинках. На крутых мотоциклах. Давайте с вами пройдем на набережную. Вот здесь кафе-заведение «Рыба-спорт». Здесь небольшой магазинчик спортивный. Пройдемте на набережную, посмотрим. Здесь еще продолжает строительство. Видимо, будет под навесом какое-то заведение. Здесь также продолжается строительство. Все еще готовится, еще время есть до начала сезона. Вот такой красивый корабль. Самолеты летят один за одним. Виктория. Вот и мы вышли на набережную с вами, друзья. С удочками рыбаки сидят. Рыбу ловят. Ой, сколько рыбаков. Вот, пожалуйста, самолет летит опять. Очень низко. Кто-то на креветок даже и ловит рыбу. Интересно, есть рыба? Ой, одни рыбаки. Все сидят с удочками. Какая красивая вода. Такой закат. Прекрасный просто закат. Нет. Ей�� quem ловит рыбаков Queie. Прекрасный просто закат. Такое ощущение, что рыба здесь не ловится. Они просто ради удовольствия сидят. А здесь чисто одни рыбаки. Солнце уже спряталось. Очень красивый закат. Ну что, друзья, пойдемте с вами в обратном направлении. Поехали. Поехали. Поехали.